И всем привет, ребят, с вами Стервайк, я сегодня записываю новый ролик, сегодняшний видеоролик посвящен нашему замечательному бездоната 2.0. Спасибо всем огромное, кто поддерживает данную рубрику лайком, кто подписывается на этот замечательный канал. Давайте постараемся набрать на этой серии для выхода следующий также 123 контентовых лайков. У нас уже стартовал Хэллоуин, а это значит, что мы сегодня вместе с вами будем покупать новые вооружения, будем фармить контейнеры, потому что я до сих пор еще не выбил Ареса, который мне очень сильно нужен, и я уже, как вы видите, поднялся до первого Уоррент Офицера. При этом всем деле у нас сегодня еще в игре появились новые миссионочки, и не просто миссионочки, а появились еще новые обучающие миссии, с которых есть возможность также залутать дополнительные контейнерочки, которые, если честно, мне очень сильно нужны. Да, сейчас контейнеры прям просто на вес золота, поэтому мы сейчас открываем сначала все заданки, сделаем прокачку вооружения нашего, ну а дальше я уже постараюсь дать вкусную тушеночку, да, по как раз-таки открытию контейнеров. Сегодня у нас в них еще появились новые предметы в синем свечении, а у меня их нету или есть? А, есть они, да? Но в любом случае мне в синем свечении нужен Арес, мне ничего другого не надо, поэтому я жду, как никогда, Ареса. Даже шафт мне так сильно не нужен, как мне нужен Арес. И надеюсь, что сегодня я все это дело вместе с вами залутаю. Но для начала мы прокачку гаража нашего оформим. По планам, как я и говорил, прокачка у нас будет идти по Крусейдеру, и прокачка будет идти по рельсе, по этим двум вооружениям мы будем делать максимальный акцент. Соответственно, Крусейдер у нас становится МК-2. Рельса у нас становится МК-2. Это то вооружение, которое мне, ну, наверное, не то, что даже симпатизирует, импонирует, а то, что на сегодняшний момент времени я реально вижу в приоритете в прокачке, в интересе, в актуальности и в смысловой теме, да? Поэтому у нас еще нарисует тьма появилась. Нифига себе, тогда мы на тьме будем наваливать. Так, ну и по устройствам у меня здесь ничего интересного нет. Инженерчик бы дропнул бы на дистанции, было бы прям мега-мега вкусненько. Так, на все про все я чуть-чуть потратил кристаллов, больше ничего особо мне здесь и не надо. Резы приобрести я не могу, есть только возможность Паука взять, есть возможность приобрести еще тут слоты, но я в этом особо сильно не нуждаюсь. Соответственно, у меня ГС-очка становится 2400. Уже, как говорится, на рабочем, жестком будем двигаться. Ну и пикаем быстрый бой, выбирать здесь режим не будем. Посмотрим, что у нас вообще будет по урону с МК-2 рельсы. Ну и мне интересно, с какого звания открывается у нас следующая модификация нашей пушки. Здесь в магазине уже продается МК-5. На воронто-офицере первом МК-5 продается. Серьезно. Здесь рельса МК-4. У меня по кристаллам, за кристалл есть только возможность купить МК-2. Да, и дает мне возможность прокачки. Но прокачка мне абсолютно не интересует, потому что нету старой темы за 0 кристаллов. Если была бы старая темка за 0 кристаллов, тогда бы в этом был бы смысл. Да, так смысла в этом никакого нет. Так, ну вроде как я все заданки взбодрил. Да, уууу, кидает меня просто на штурмик вкусный. Вот это карта. Вот это бомбочка. Вот это прям мега хорошее, если честно. Так, ну и что мы теперь делаем, ребяточки? Мы теперь врываем. По вкусному врываем. Стараемся сделать максимальную тушеночку на победку. Оудишка у нас начинает падать. Опа, по тысяче урона начинает наносить моя рельса. Что, ваншоты теперь будут? Нифига себе! Нифига себе! Ой-ой-ой-ой-ой-ой. А что это такое? Это реально ваншоты теперь будет? Ух, еще и сосулендр теперь по 2-400 дает. Блин, так это вообще круто. Вот это я понимаю. Вот это я подкачался. Вот это я прокачечку дал над бездавалом. Ууу, какой урончик сразу вкусный начинается. Ой-ой-ой-ой-ой, ребятки. Так, ну давайте поздороваемся. Не знаю, что за бойцами меня все знают. Откуда они меня вообще все знают? Так, ладно. Давайте врывать премочку, ребятки. Тут уже поактивировали. У нас вообще звонка должна сразу идти намного-намного быстрее. В рамках такого боя. Так, ну и будем стараться делать досрочку. Да, будем врывать в досротейлу такую контентовую. Ага, понял. Хорошая. Хорошая была сейчас моменточка. Так, но пока у нас по доставкам как-то все грустно. Пока что по доставкам как-то все грустненько. Но МК-2 вооружение меня радует. Да, не знаю, с какого звания открывается МК-3. Если, например, со следующего звания открывается МК-3, то по ощущениям, как будто бы я уже в следующем видосе его оформлю. Так, у нас здесь бойцы уже вкусные. Начинают доставки тоже мутить. Блин, к сожалению, минус падает. Так, ну и нам надо 12 флагов. Да, у нас здесь в катке с нами играет младший лейтенант. Два младших лейтенанта. Не играйся по 5000 ГС у бойцов. Но это, в принципе, очень и очень неплохо. Но падают кристаллы до сих пор в катке вместо дропа. Да, вот это тоже интересный момент. Так, мне тычку неплохую дают. Наш тиммейт вырывает еще одну доставочку. Но я надеюсь на досрочку. Я надеюсь на досрочку в рамках этого боя. Потому что, если честно, не горю желанием здесь давать супердолго. Да, и по большей части у нас все появляется по контейнерам, по прибыли за короткий промежуток. Там не надо что-то сверхъестественное делать, чтобы получить дополнительные контейнеры. Хочу уже все это дело по максимальному открыть. Званку, конечно, я сегодня на этом видосе точно не получу. Да, если бы у меня была бы премка сразу сходу сверху. Может быть, конечно, и залетела. Ну, блин, насколько приятная рельса становится с прокачкой, боже. Вот ты прям вот даешь урончик, да. И прям, ну вот, прям чувствуешь вот этот кайф. Прям вот реально кайф. То есть я на МК-1 давал по, сколько там, по 800 урона, да. И мне не хватало ваншотить оппонента. А тут, когда залетают ваншотики по 1600 просто в головешку. Блин, еще и секрет сверху. Там вообще залетает супер вкусняшка. Да, то это выглядит прямо, о, 1300 просто в головешечку. Вот это выглядит реально круто, да, достойно. Это то, чего вот мне реально не хватало. А что будет дальше? Дальше МК-3, разыгрывается рельса. Ой-ой-ой, там вообще такой урончик начнет лететь. А что самое главное, сосулендрочка моя на Крусейдере тоже начнет давать контентик. А если бы у меня еще бы драйвер был бы на Крусейдере, я, конечно, сильно уже размечтался. Но в любом случае, почему не помечтать бы нам? Отличную сквозную выдаем. Забираем ли? Нет, не забираем овердрайф. У меня, в принципе, так 90. Хантер сжимается в двоих. Я пытаюсь здесь пока что понакручивать немножко противников. Да. Хочу вжать Оуди. Оуди, Оуди, Оуди. Вкусный Оуди. Хочу 98%. Так, ну и вот сюда вот такую. Вот такую грязючку. Ага, понял. Грязючка не сработала. Но в любом случае, наш тиммейт доставочку оформил. 540. Три овердрайва я уже прожал. Очень неплохо. Надеюсь, что заданок будет выполнено хорошее количество. Да, ну и вообще, в принципе, эти все хэллоуинские заданки постараюсь выполнить по максималочке, чтобы залутать как можно больше прибыли. Так, ну и у нас остается еще две доставки. Немножко у меня в моменте подлагивает за это, если что, извиняюсь. Не знаю, чем это связано. Вкладок, может, много открытые. Тут еще параллельно контентик гружу для вас. Вкусный контентичек. Поэтому, может быть, из-за этого подлагивает немножечко. Но в любом случае, особо сильно это не роляет. Мы победочку в этой катке точно должны делать. При этом, победочка должна быть супербыстрая. Наш тиммейт уже врывает, доставляет. И мы оформляем последнюю ластовую, вкуснейшую доставку флавия. Так, ну и по миссиям ничего не изменилось. Как ничего не изменилось? Не понял прикола. Что за прикол? Так, ну и проверяем. Я не понял вообще, если честно, прикольчика. Где мои замечательные баблишки, которые я тут должен был подглутать. Все-таки я ради этого как бы все это дело-то и тушил. И что? Ага, есть заданочки. Есть выполненный контактик. Контактика. А что мне тогда? Обманывают. А, нет. Тут тоже обманывают. Одни обманы какие-то. Так, забираем дополнительные звезды. Забираем дополнительные призы. У нас вообще есть возможность даже, наверное, попробовать. Так, а здесь по режимам, да? Контроль точек, командный бой. Каждый режим по 600 очков надо сделать. И 15 звезд мы дополнительных сверху получим. Так, и отсюда у нас еще... Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Сколько контейнеров сюда на подлудку у нас залетело. Получи заслуженные награды, открыв 5 контейнеров. Используй с запасов 3 расходника. Заполучи новый дрон. Установи его на свой танк. Так, это значит, что мы можем сейчас вообще максималочку грязную сделать. Чтобы у нас было еще больше контов. Очень вкусно, что у нас с обучением дополнительные контейнеры появились. С дроном мы делаем следующим образом. Мы его снимаем и устанавливаем. И у нас должна быть эта заданка выполненная. Показываю, так сказать, лайфхаки. Так, 5 контейнеров и одну минку надо прожать. Давайте залетим, одну мину прожмем. Чтобы у нас вообще в этом плане все четко было. Я вот думаю, что может быть даже есть смысл премку активировать. Пока у нас есть фанды повышенный опыт. Но сейчас посмотрим. Если у меня арес упадет, то наверное премку активировать я не буду. А вот если у меня не будет того самого заветного аресика, то уже появится смысл активации премки и полной тушенки заданок. Потому что у меня остается здесь 18 уровней челленджа. 200 у меня звезд есть. И за 2 дня, по идее, у меня есть возможность все это дело даже добить, оформить и законтентить. По-хорошему это можно было бы, если честно, выполнить. Да, все-таки лишними бы эти бы кристаллы мне точно не были бы. И кристаллы, и фарм вообще в целом. Да, то есть это было бы очень и очень вкусно. Так, ну и все, 5 контейнеров нам остается прожать. Ох, ребяточки, ну вот как никогда мне нужен арес. Сегодня у нас следующая официальная игра. И если мне сегодня не падает арес, то я буду прям очень сильно грустить. Так что мы колдуем, 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 аресик. Давай, родной. Падай, падай, арес. Делай контентик, пожалуйста. У меня есть 2 пятнашки. 2 пятнашки для этого события. Как будто бы должен падать. Как будто бы сегодня настал тот самый день. Есть! Сюда, боже ты мой. Ух, ух, хорошо, хорошо. Я прям мега рад. Честно, вот сейчас прям очень сильно рад. И вы, ребяточки, не забывайте прожимать лайкозавры на этот замечательный видеоматериал. Потому что каждая десятка ваших лайков это открытие одного контейнера. Поэтому максимальную активность, ребяточки, делаем. А я с первой пятнашки выбиваю ареса и оставшиеся контейнеры даже открывать, наверное, и не буду. Да. Оставим их как раз таки на видос следующий. Сделаем максимальную активность на видеоматериале. Ну и дальше уже сделаем легендарнейшее открытие контов. Я все-таки хотел выбить именно этого самого замечательного аресик. Ну и наконец-таки это свершилось. Чуть не забрал премку. Я его выбиваю. Самый нужный корпус, который... Сегодня, я надеюсь, на официальном матче мне очень сильно пригодится и поможет. Так, а почему у меня 700 звезд? Трон не оделся. Ага, нет. Трон. А теперь 800 ГС. Так, ну и что мы будем здесь делать? Аресик имеется. Боже, какой же это кайф, когда у тебя есть этот замечательный корпус. Когда у тебя его не было настолько длительный период времени. И по сути у меня выбиты уже все пушки корпуса, за исключением пушки шафта. Но шафт мне как будто бы и не нужен на сегодняшний момент времени. Поэтому все, что я хотел, я получил. И это меня очень сильно радует. Ну и плюс мы еще и прокачались сегодня. Поэтому контентик, я считаю, что точно заслуживает вашего лайка. Обязательно прожимайте его. Подписывайтесь на этот канал, если вы еще вдруг не подписаны. Участвуйте в розыгрыше. Подписывайтесь на тележечку, где весь лайв контентичек. И вся информация по стримам выходит. Но у меня, друзья, на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи. И всем пока.